здравствуйте друзья сегодня поговорим о лечебном питании эта проблема никого не волнует когда тебе 18 25 и даже 30 а вот позже когда не влезаешь в любимые джинсы когда появляется тяжесть и переполнение в животе после возлияния а иногда и похуже начинаешь понимать что такое правильное питание а иногда увы приходится переходить на лечебное питание но как убеждаешься со временем она может быть не только полезным но и вкусным что же такое лечебное питание она используется для лечения и профилактики многих заболеваний при гастрите при язвенной болезни при колите при заболеваниях печени лечебное питание это основной метод лечения лечебное питание применяется и в стационаре и в амбулаторных условиях какие же принципы лежат в основе такого питания это конечно индивидуальный подход к определению рациона питания режим приема пищи способ кулинарной обработки и количественное и качественное соответствие пищевого рациона характеру патологического процесса проводят лечебное питание только по совету врача и под его контролем а вот самостоятельно установить постоянную диету это нежелательно может привести к плачевным последствиям в лечебном питании применяются количественное уменьшение и качественное когда исключаются или ограничиваются отдельные пищевые продукты как это достигается это достигается с помощью механических и химических щащих органов пищеварения ограничиваются поступления веществ которые неблагоприятно влияют на больной орган или восполняют недостаточно жизненно важные химические вещества лечебное питание должно быть разнообразным если она не противоречит требованиям диеты приемы кулинарной обработки продуктов при диетическом питании имеют свои особенности вот при некоторых заболеваниях сердца при болезнях почек назначается мало солевая диета в этих случаях чтобы несоленая пища не вызывала у больного отвращение к блюдам им придают кислый или сладкий вкус добавляют сахар мед лимонную кислоту или фрукты или ягоды а в некоторых случаях добавляют вываренный а затем поджаренный лук иногда в лечебных целях необходимо протертая пища для этого сваренные овощи протирают через сито или провертывают через мясорубку с мелкой решеткой а картофель разминают для приготовления каши размазли или пудингов крупу рекомендуется предварительно промолоть на кофейной мельнице а вот для некоторых больных при заболеваниях желудка и кишечника необходимо готовить блюдо на пару большое значение имеет температура пищи наиболее благоприятная температура около 60 градусов для горячих блюд и не ниже 10 градусов для холодных блюд более горячая и более холодная пища раздражают слизистую оболочку пищевода и желудка для приготовления диетических блюд важно чтоб используемые продукты были взяты в строгой пропорции для этого необходимо пользоваться весами лечебная диета разрабатываются институтом питания каждая диета имеет номерное обозначение одинаковое во всех лечебных учреждениях и в диетических столовых это диета характеризуется соответствующей калорийностью химическим составом пищи то есть определенным содержанием в ней белков жиров углеводов витаминов минеральных солей воды весом дневного рациона плотностью и температурой пищу на основании этих указаний составляются меню лечебное питание можно проводить и в домашних условиях диета номер один назначается при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки при гастритах с повышенной или нормальной кислотностью желудочного сока диета номер два назначается при гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока при колитах при гипертонии при всех указанных заболеваниях не в период обострения а диета номер три назначается при хронических запорах когда рекомендуется жаренье с образованием грубой корки в значительном количестве жира диета номер четыре имеет варианты назначается при острых и хронических заболеваниях кишечника которые сопровождаются расстройством пищеварения а вот в период выздоровления назначается диета четыре б пища варится на воде или готовится на пару диета номер пять главным образом назначается при диета номер семье диета номер восемь назначается при ожирении в рационе питания ограничены углеводы и вещества которые возбуждают аппетит а также уменьшена общая калорийность пищи диета номер пять главных процентов Диета номер девять назначается при сахарном диабете. Здесь ограничивается количество углеводов и жиров, а химический состав дневного рациона подсчитывается по специальной таблице. Таблица выдается лечащим врачом. Диета номер десять назначается при некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы. В рационе резко ограничены поваренная соль и свободная жидкость, то есть питьё. Дополнительно исключаются закуски, ржаной хлеб, капуста и блюда из капусты. Диета номер одиннадцать назначается при туберкулезе и нагноительных заболеваниях лёгких, а также в период выздоровления после длительного тяжёлого заболевания, сопровождающегося истощением и малокровием. В целях обеспечения усиленного питания повышают содержание белков, жиров, углеводов, солей кальция и фосфора. Для улучшения аппетита в данном случае рекомендуется острое, солёное и кислое блюдо и пряности. Количественное ограничение пищевого рациона широко применяется в лечебном питании в форме разгрузочных дней. В эти дни назначают питание каким-либо одним пищевым продуктом, например, яблоками, творогом, молоком в определённом количестве на день. Проводить разгрузочные дни можно только по назначению врача. Именно врач определит характер питания и частоту проведения разгрузочных дней. Резкое уменьшение количества принимаемой пищи назначается и в исключительных случаях и может проводиться только в условиях стационара под постоянным контролем врача. Это тем более относится к полному голоданию, к разгружочно-диетической терапии. Такое разгрузочно-диетическое применение продуктов приводит к неправильному проведению при наличии противопоказаний и может нанести существенный ущерб здоровью и вызвать иногда необратимое изменение функций различных органов. Самолечение голоданием тем более недопустимо. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok